Здравствуйте! В эфире канала Россия 24, информационная программа «События недели». В эфире канала Россия 24, информационная программа «События недели». Дорогие работники дорожного хозяйства, желаем вам крепкого здоровья, вдохновения и сил для реализации ваших самых смелых проектов. Пусть ваши труды будут вознаграждены и приносят вам ощутимые результаты. Мы гордимся вами и ценим ваш важный вклад в развитие нашей республики и страны в целом. В Карачаево-Черкесии на базе предприятия «Селена» открылось новое производство по переработке пластика для вторсырья. За запуском наблюдали министр промышленности республики Мурат Гапов и глава Усть-Джигутинского района Мурат Лайпанов. На месте побывал наш корреспондент Артур Мхце. 35 тысяч тонн пластика в год теперь не будут захоронены на полигонах Карачаево-Черкесии и отправятся на переработку, став сырьем для утеплителей, наполнителей, мебели, геотекстиля. Ровно год назад глава республики Рашид Тимризов посещал это предприятие в Усть-Джигутинском районе на начальном этапе реализации инвестиционного проекта по переработке пэт-бутылок. И вот завершены все наладочные работы, цеха выходят на полную мощность. Сегодня мы с вами подводим итоги этого инвестиционного проекта. Это предприятие вышло на полную мощность. Очень отрадно, что это происходит в год, объявленный Рашидом Борисбевичем, годом развития промышленности. Данное предприятие не только увеличило количество рабочих мест и отчисления налоговые, но вместе с тем зародило культуру, много лет потратило на зарождение культуры по сбору отходов. И это такая значимая роль в экологической составляющей. Имеет место быть и увеличение рабочих мест, и налоговые поступления. Но я бы еще хотел добавить, что это предприятие, долгие годы развивающееся, она еще и другое направление имеет. Я бы хотел отметить именно социальную направленность этого предприятия. Первая в России сертифицированная технология позволяет расширить производство полиэфирного волокна, синтепона и флексов. Причем почти все оборудование здесь отечественного производства. Процесс можно разделить на три основных этапа – сортировка, дробление, создание сырья для многого из того, чем каждый человек пользуется у себя дома. Поступивший на территорию пластик попадает на систему конверов, с помощью которой передвигается по этому цеху. Что происходит в этом цехе? В этом цехе происходит отделение от грязи, отделение от примесей металла, первичная мойка. Дальше происходит разделение по цветам и по типу пластмасс. Большая часть работ происходит в автоматическом режиме. Увлекательным процесс превращения старых пластиковых бутылок в волокно не назовешь. Но необходимым – без сомнения. Особенно для экологии региона. Это один из этапов трассировки пластика по цвету. Заранее была составлена программа. Станер определять, какой цвет выйдет дальше, а какой отправить вниз. Так выглядит дроблённый пластик. Его разделили по типу, очистили от примесей, отмыли от грязи. Осталось расплавить, чтобы затем получились тончайшие нити. Причём в производственном процессе полностью исключено использование химии. Такое ощущение, будто невидимые пауки быстро сплетают прозрачную, даже светящуюся паутину. Ну а далее собранное сырьё отправляется на другие линии предприятия, чтобы впоследствии стать частью, к примеру, постельного белья или текстиля для кухни. Рынок сбыта продукции обеспечивается благодаря сотрудничеству с крупнейшими торговыми сетями России. Артур Мухцелий Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Ужигутинский район. 80 лет назад завершилось одно из самых масштабных сражений Великой Отечественной войны – битва за Кавказ, которая длилась 442 дня. В посёлке Орджоникидзовский у мемориального комплекса защитникам перевала в Кавказе прошло памятное мероприятие, посвящённое этой дате. Собравшиеся отдали дань памяти тем, кто героически защищал отчизну от фашистских захватчиков. Подробнее расскажет Алихан Лепшоков. Сегодня мы вспоминаем тех, кто ценой собственной жизни защищал Кавказ от фашистских захватчиков. В памятном мероприятии, посвящённом у него окончании битвы за Кавказ, приняли участие представители власти, общественники и жители республики. От имени главы Карачаева-Черкесия Рашид Атимрезов обратился к собравшимся первый заместитель председателя правительства республики Хазарчикуев. Он подчеркнул, что именно благодаря бесстрашной отваге героизму наших предков удалось одержать победу над фашизмом. Сотни тысяч сыновей и дочерей Кавказа ушли на фронт, а те, кто остались в тылу, всеми силами помогали защитникам Родины. Участвовали в строительстве оборонительных сооружений. 17 февраля 1943 года 20 советских воинов-альпинистов поднялись на вершину Эльбруса. Сбросили флаги фашистской Германии и водрузили флаги Советского Союза. Таким символическим актом был ознаменован героический подвиг Красной Армии по полному освобождению перевалов Кавказа. Военные действия разворачивались на высоте 3000-4000 метров над уровнем моря и требовали от наших воинов необычной выносливости специальной горно-физической подготовки. Кавказ являлся важным стратегическим объектом, которым хотела владеть гитлеровская армия. Демонстрирование поколебимую отвагу советские солдаты полностью уничтожили фашистские войска. Тем самым отстояли право на свободу и мирное будущее нашей страны. Поражение немцам на перевалах дало возможность советскому командованию выиграть время и накопить резервы и усилить Кавказский фронт. Подвиги защитников перевала Кавказа были высоко оценены советским народом и правительством. 25 января 1943 года была учреждена медаль за оборону Кавказа, которой были награждены многие участники битвы за Кавказ и работники тыла. Собравшиеся отмечали, что народы Северного Кавказа и Закавказья всегда хранят память о великом подвиге солдат-освободителей. Народ должен помнить свою историю. Молодежь необходимо приобщать к патриотическому воспитанию. Наша с вами общая задача сохранять и передавать молодому поколению память о самой страшной войне 20 века. О мужестве и героизме наших защитников должны знать именно молодое поколение. Несмотря на то, что прошло уже 80 лет и сегодня наши земляки продолжают вести борьбу с фашизмом в зоне специальной военной операции на Украине, участник СВО Федор Дзанаев подчеркнул, что каждый из нас с честью выполняет свои задачи, берет пример с героизма наших предков. Параллелей с событиями в 80-летней давности много. Почему так получилось? Для нас, кто лицом к лицу столкнулся с украинским неонацизмом, ответ есть. На Украине и в поддерживающих ее странах историю не выучили. А мы с вами знаем о прошлом, думаем о будущем, живем настоящим, как и 80 лет назад победа будет за нами. В завершении мероприятия собравшиеся почтили память погибших в битве за Кавказ минутой молчания, а после возложили цветы к вечному огню. Али Халипшоков, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия, поселок Орджоникидзовский. 17 октября Управлению Росгвардии по Карачаевой Черкесии исполняется 7 лет с момента создания. Об истории ведомства, его основных функциях и задачах, а также о том, что нужно знать кандидатам, желающим вступить в ряды Росгвардии, расскажет гость программы, заместитель начальника управления, начальник Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Карачаевой Черкесии Эдуард Чумаев. Здравствуйте, Эдуард Ансарович. Здравствуйте. Давайте немного окунемся в историю, как создавались региональные структуры Управления Росгвардии по Карачаевой Черкесии. В апреле 2016 года указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина был создан новый орган исполнительной власти, войска национальной гвардии. В июле, то есть именно 3 июля, вышел федеральный закон за номером 226, который определил задачи, обязанности, связанные с исполнением своих задач, именно Росгвардии Российской Федерации. А вот 17 октября 2016 года был осознан отдел Росгвардии по Карачаевой Черкесской Республике, который в дальнейшем стал управлением Росгвардии по Карачаевой Черкесской Республике. С 1 октября 2016 года мы именно уже вышли из состава органов внутренних дел и самостоятельно начинали выполнять все задачи, которые были определены именно, вот как я уже говорил, 226-м федеральным законом в войсках национальной гвардии, начали самостоятельно выполнять задачи. А 17 октября именно в этот день Минюстик Карачаевой Черкесии было зарегистрировано как юридическое лицо именно отдел Росгвардии по Карачаевой Черкесской Республике. Какие подразделения вошли в состав управления? Подразделения именно Росгвардии вошли, первое, это подразделения вне ведомственной охраны, подразделения ОМОН, СОБР, лицензионно-разрешительная работа. Это то, что касается территориального управления. Кроме того, в составе этого управления именно был аппарат управления. Первым руководителем Росгвардии по Карачаево-Черкесии был назначен Салпагаров Рашид Азритович, который имел большой опыт работы как руководитель в составе органов внутренних дел, так и в органах власти, что позволило нам в кратчайшие сроки именно сформировать работоспособный орган, который был способен выполнять те функции, задачи, которые нам определялись. В дальнейшем управление возглавил Пархоменко Андрей Владимирович, тоже человек, который всю жизнь работал в спецподразделениях, тоже имел опыт работы как руководителя. В настоящее время у нас является руководителем Яковлев Руслан Игоревич, который работал в управлении округом, тоже имеет достаточно опыта для руководства именно управления в Росгвардии по Карачаево-Черкесской республике. Говоря в целом о деятельности управления Росгвардии, скажите, что лежит в основе этой идеи создания специальных подразделений, которые отвечают за вневедомственную охрану и так далее? Если брать функции каждого подразделения, у нас задачи очень широкие, масштабные, я бы так назвал. На первый взгляд у некоторых складывается впечатление, что такое вневедомственная охрана. Чуть ли не это сторожа, которые... Да, основной задач вневедомственной охраны сегодня является осуществление охраны имущества юридически-физических лиц на договорной основе. Но вместе с ним, например, подразделения вневедомственной охраны имеют группы задержания. Эти группы задержания входят в систему единой дислокации вместе с органами внутренних дел. Они на маршрутах патрулирования осуществляют охрану общественного порядка, пресекают преступления и правонарушения. Далее, они участвуют в подразделениях вневедомственной охраны в обследованиях объектов различного рода, где предусматривается требование, связанное с антитеррористической защищенностью. Это школы, различные входящие в систему образования, то есть дальше это всякого рода различные юридические лица, которые осуществляют свою деятельность, и там требуется именно антитеррористическая защищенность. С другими органами исполнительной власти они участвуют, выносят предписания, кто нарушает, привлекает соответствующую к административной ответственности. То есть задачи именно вневедомственной охраны даже, они не сужаются именно охраной. Кроме того, мы активно принимаем участие в охране общественного порядка, к обеспечению общественной безопасности при проведении на территории республики массовых мероприятий, это все, ну, начиная с Новым годом, там, 1-е, 9-е мая, там, выборы и так далее, мы выделяем в интересах органов внутренних дел требуемое количество сотрудников вневедомственной охраны, и они принимают участие в охране общественного порядка. Кроме того, вневедомственная охрана является кузницей кадров для именно Росгвардии. Мы все подразделения, остальные из специального назначения, и другие терпают именно кадры, мы стараемся принимать на службу, да, вот рядовые, сержанты, дальнейшем, если человек имеет соответствующее образование или какие-то навыки имеет, да, физическое развитие, мы смотрим, и что люди развиваются, то есть мы все черпаем кадры именно с подразделениями вневедомственной охраны. Что касается спецподразделений ОМОН, СОБР, это, ну, достаточно, это наша элита, и они выполняют достаточно серьезные задачи, они связаны с, как, и участием в охране общественного порядка, борьбе с терроризмом, экстремизмом, кроме того, у нас очень много взаимодействующих органов, то есть Министерство внутренних дел, пограничное управление, ФСБ, Следственный комитет, ФСИН, МЧС, то есть мы с ними очень честно взаимодействуем, и у нас в каждом органе есть определен порядок именно участия в их мероприятиях, наших подразделений, и это в основном это специальное подразделение, и, к примеру, если взять ОМОН, СОБР, вроде бы, они схожи, но у них немного задачи отличаются, если акцент ОМОН сделан в основном на охрану общественного порядка, пресечение массовых нарушений общественного порядка, то специальное подразделение СОБР, они уже точно работают, то есть ликвидация или задержание особо опасных преступников, освобождение заложников и так далее, и так далее. Тут дальше у нас есть подразделение лицензионно-разрешительной работы и государственного контроля, они осуществляют, предоставляют государственные услуги, осуществляют государственный контроль за соблюдением законодательства области оборота оружия, частной охранной деятельности, частной детективной деятельности. Подразделения госконтроля, например, они осуществляют инспектирование объектов топливно-энергетического комплекса В частности, касающейся обеспечения антитеррористической защищенности этих объектов. Инспектирует и проверяет юридические лица с особыми уставными задачами подразделения ведомственной охраны. То есть спектр задач достаточно широк. Кроме того, в составе управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии имеется подразделение, которое управляет беспилотными летательными аппаратами. То есть спектр задач достаточно широк и на сегодняшний день все задачи выполняются на должном уровне. Эдуард Ансарович, говоря об итогах работы, какими наградами отмечены сотрудники, в том числе выполняющие задачи в зоне СВО? Как наши подразделения, в основном это которые с первого дня начала специальной военной операции ОМОН, СОБР и управление, само офицер управления, участвуют в специальной военной операции. Наши технические работники, штабные и разного рода, которые входят в состав именно управления. И основное это еще ОМОН, СОБР, как я уже говорил, участвуют с первого дня. На сегодняшний день у нас 33 сотрудника и военнослужащих награждены государственными наградами. Еще 23 сотрудника и военнослужащих представлены государственным наградам. И с момента создания управления, 42 сотрудника и военнослужащих получили государственные награды Российской Федерации. Кроме того, хотелось бы также отметить, в связи с нашим праздником, правительством и главой республики, уделяется очень большое внимание нашему управлению. Оказывается, всякое содействие и материальное, и благоустройство нашей территории и в других вопросах. И кроме того, главой республики, 42 сотрудника и военнослужащие получили государственные награды Карачаева Черкесской Республики. А скажите, пожалуйста, численность сотрудников управления Росгвардии, это секретная информация? Ну да, конечно, информация закрыта, вместе с тем у нас достаточно сил и средств для выполнения задач, поставленных именно перед нашим... Требуются ли вам новые сотрудники? Вот о чем я хочу спросить. Требуются, они пополняются, как говорится, жизнь не стоит на месте, кто-то идет на повышение, кто-то меняет место жительства, кто-то уже отслужив установленный срок уходит на пенсию. Поэтому у нас постоянно ведется работа именно как призыва на военную службу, так и прием на службу сотрудников. У нас же управление состоит из военнослужащих, сотрудников, которые имеют специальное звание, работников и государственных служб. Это состав вот такой федеральной службы войск национальной гвардии. И, как я уже говорил, в основном мы берем на службу как бы тех всех желающих сначала в неведомстве на охрану, чтобы они там прошли первоначальную подготовку, поняли, что такое служба. А в дальнейшем, если эти сотрудники проявляют себя с положительной стороны, желание служить, стремятся к чему-либо... Я, как уже говорил, тоже, то есть имеют навыки определенные или хорошее физическое развитие, мы уже смотрим и в дальнейшем определяем, в каком подразделении этому сотруднику лучше дальше нести службу. Эдуард Ансарович, скажите, пожалуйста, какие мероприятия планируете провести в день управления Росгвардией и с какими словами обратились бы? У нас будет торжественное собрание, но будем награждать отличившихся. Я хотелось бы, в первую очередь, как от имени руководства, от себя, личного управления, поблагодарить тех сотрудников и военнослужащих, которые именно с момента создания, то есть внесли свой огромный вклад. Это не так просто создать орган, который может быть достойно функционировать и выполнять все задачи. Тут нюансов много. Начиная с хозяйственных вопросов, то есть это техника, это специальная техника, это связь, это обустройство быта, то есть на службе, хозяйственные, так сказать. Далее это юридические вопросы, создание нормативно-правовой базы именно управления, чтобы она могла успешно функционировать. Система управления внутри, то есть и так далее. Таких вопросов много и на сегодняшний день все это сделано. И хочу именно отдельно выразить благодарность и обозначить тех людей, которые работают. Это Тибуев Джамбулат Магомедович, это по сегодняшний день работает заместитель начальника управления по оттылу. И Ивченко Игорь Анатольевич, это у нас начальник штаба. Далее Каблахова Мадина Магомедовна, которая руководит отделом кадров, также с момента создания. Бугаева Ольга Владимировна, тоже является начальником юридической службы нашей и работает с первого дня. Богданов Сергей Валентинович, который также является заместителем начальника управления. Карабашев Султан Шамильевич, то есть те люди, которые несли очень большой вклад именно в создание нашего управления. А так, пользуясь случаем, хочу весь личный состав нашего управления по Карачаево-Черкесской республике поздравить с датой создания нашего управления. Хочу им всем пожелать счастья, здоровья, благополучия, удачи и успешного выполнения служебно-боевых задач в не наше простое, нелегкое время. Не чтоб все наши сотрудники, которые находятся в зоне СВО и те, которые будут, чтобы они с успешным выполнением задач, живые, здоровые, возвращались к нам домой. Мы их всегда ждем. Присоединяемся ко всем поздравлениям в адрес сотрудников Росгвардии. Эдуард Ансарович, спасибо, что нашли время принять участие в нашей программе и до новых встреч. До свидания. 13 студентов Карачаево-Черкесского исламского института имени имама Абу Ханифы, проучившись пять лет, получили дипломы государственного образца и пополнили ряды имамов и богословов. С торжественного мероприятия репортаж Алла Динаевой. В Карачаево-Черкесском исламском институте имени имама Абу Ханифы сегодня торжественное мероприятие. И посвящено оно не только вручению документов, но и одной важной дате. Это мероприятие совпало с днём рождения, точнее с месяцем рождения пророка Алейхи Салату Асалам. Любимся Аллаха Салаламу Алейхи Салам, последнего пророка и посланника Аллаха Субхану Атааля. Этот день, дай Аллах, чтобы мы оценивали и возносили благодарность Аллаху Субхану Атааля за то, что Аллах Субхану Атааля не спасал посланника Судного дня, последнего пророка Салаллаху Алейхи Салам. Ещё больше хвалим Аллаха Субхану Атааля за то, что Аллах сделал нас из его умы, из умы пророка Салаллаху Алейхи Салам. Дай Аллах, чтобы, пророка Алейхи Салату Асалам, как в хадисе сказал, говорил, «Кун алиман, ау мута'аллиман, ау мустамиан, ау мухиббан, фалата кун хамисан фатахляк». Будь, говорит, учёным, пророка Алейхи Салам говорит, либо требующим знания, либо слушающим знания, либо любящим знания, но не быть из пятых, говорит, если будешь пятым, то пропадёшь, говорит. Поэтому, алхамду и ля, здесь я не сомневаюсь, что собирались именно те люди, которые обладают этими четырьмя качествами, которые стремятся быть алимами, стремятся быть требующими знания. Я не сомневаюсь, что они слушают знания и не сомневаюсь, что вы любите знания. Так что дай Аллах, чтобы в дальнейшем, это всего лишь один шаг, когда вы упускаете с этого института, это всего лишь один шаг к пути, которым вы наложили себе, как бы намерились встать на этот путь. Путь распространения ислама. Всем вам блага и благополучия, милости Аллаха. Дай Аллах, чтобы мы жили в этом мире именем Аллаха и уходили с этого мира именем Аллаха. И чтобы только от вас исходило только благо, только добро, только истинное понимание ислама, истинное донесение ислама до остальных людей. Ассаламу алейкум. Провели мавлит и читали аяты из священного Корана, рассказывали хадисы о жизни посланников Всевышнего, студенты и преподаватели. Год из года обучающихся в исламском институте становится больше. Сейчас их около 80. Радует не только их количество, но и искреннее стремление молодых людей к знаниям, говорит ректор вуза Мухаммад Бачаев. На торжественное мероприятие в институт приехали и высокие гости. Это самое любимое мое мероприятие в этом институте. Мы на улице делали, да? Вручали дипломы. Ну, сегодня уже красиво отремонтированное здание. Мне очень приятно здесь находиться. Мы, наверное, уже привыкли, но я впервые вижу, поэтому мне очень понравилось. Это все благодаря Мухаммад Хаджи. Аллах разу васу на Аллах кичхару для всех. Когда все есть, очень легко делается. Когда ничего нету, вот тогда трудно. Искать сначала средства, потом уже материалы. Но все это дает Всевышний, когда ты на правильном пути. И, иншаллах, поэтому у вас все хорошо. Я надеюсь, что так и будет дальше. Это мероприятие для меня очень важно в каком плане. Недавно искали имамов в мечети, не нашли. А вот сейчас уже эти выпускники, это уже будет у нас резервом. Когда надо будет, мы их уже будем ставить. И в мечетях будет, иншаллах, так, как положено по исламу. Так, как положено по нашей религии. Мы все этого добиваемся. Муфтий Карачева-Черкесии выразил благодарность директору и преподавателям за проводимую работу и вручил дипломы выпускникам. Я рада, что нам послужило тебе на пользу, на пользу исламу, на пользу нашей религии. Меценат Леон Тамбиев преподнес институту в этот день подарок. Бебе, купите, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ Дипломы бакалавра исламских наук, подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций в этот день вручили 13 выпускникам. А трое из них окончили институт на «Отлично» и получили красные дипломы. Хотелось бы выразить огромную благодарность нашим преподавателям, всем тем, кто нам помогал в этом обучении, что прошли такой путь. Хотелось бы дальше тоже совершенствоваться, познавать свою религию. И делиться знаниями? И делиться знаниями. Больше года в институте проводили капитальный ремонт. Теперь он завершился. Сейчас преобразование происходит на территории вуза. И совсем скоро 86 квадратных метров двора уложат брусчаткой и возведут кованый забор. Аладинаева, Олег Малхожев, Вести, Крачево-Черкесия. Такими событиями отмечена уходящая неделя. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова